Здравствуйте! В эфире Люберецкого районного телевидения новости в студии Вадим Акентев. На календаре 7 июня, в этот день в 1883 году, в Москве был освящен храм Христа Спасителя, который был построен в честь победы русского народа в войне с армией Наполеона. Храм был взорван в 1931 году и воссоздан в 1999. Теперь об основных темах нашего выпуска. 7 миллионов звонков за год служба 112 Люберецкого района отметила первую годовщину работы. В редакцию Люберецкого районного телевидения обратились жители улицы Гоголя. Они обеспокоены качеством благоустройства придомовых территорий. В Люберцах сотрудники Межмуниципального управления МВД России Люберецкое провели акцию «Государственные услуги». 7 миллионов звонков за год. Служба 112 Люберецкого района вместе со своими областными коллегами отметила первую годовщину работы. Главная цель внедрения системы 112 – это повышение оперативности и эффективности реагирования экстренных служб на вызовы. И с этими задачами система справляется успешно. С 1 июня 2015 года в единую диспетчерскую службу поступило 7 миллионов 705 тысяч звонков. 358 тысяч обращений пришлось на ЕДДС Люберецкого района. Из них 32% с просьбами о медицинской помощи, 30% в полицию и ГИБДД. Небольшое количество – 2,5% вызовы пожарных и спасателей. А 19% звонков носили справочный характер. Об этом в своем докладе сообщил директор Люберецкой службы 112 Виталий Богданов. «Среднее количество вызовов в сутки около 1000, при пиковой нагрузке до 1300. Среднее время ожидания заявителей на линии не превышало 3 секунд. Среднее время обработки одного вызова операторами не превышало, соответственно, 1 минуты. Среднее время реагирования экстренных оперативных служб на вызовы населения не превышало 10 минут». За год доля вызовов на номер 112 в Люберецком районе возросла почти в два раза. И это еще не все достижения. По результатам смотра конкурса наша служба стала лучшей в Пономосковье. На будущее у коллектива большие планы. «Предусмотрено подключение новых функций в системе 112. Речь идет в первую очередь о оказании помощи людям с нарушением слуха и речи посредством СМС-сообращений и видеоканалов с урдопереводом. Также речь идет о подключении ЖКХ к системе 112». Напомним, решение о создании службы 112 было принято для того, чтобы сократить время реагирования экстренных служб на вызовы и тем самым снизить количество погибших и пострадавших во время чрезвычайных ситуаций. Яна Яковлева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В редакцию Люберецкого районного телевидения обратились жители улицы Гоголя. Они обеспокоены качеством благоустройства придомовых территорий. Наша съемочная группа выехала на место, чтобы проверить, так ли это на самом деле и узнать, как приводится в порядок Люберецкие дворы. Маргарита Кабанова живет в Люберцах уже 13 лет. Она признается, что раньше северная часть города производила впечатление неблагоустроенной. Однако со временем появились тротуары, новые дороги и детские площадки. Люберецкие дворы значительно изменились в лучшую сторону. Конечно, можно очень много ругать и говорить плохого. Но так как я сама в прошлом руководитель, я понимаю, что не всегда при наличии, казалось бы, больших денег можно объять необъятное. То есть все это делается постепенно. Депутат городского совета Дмитрий Кристинин готов с уверенностью сказать, на его избирательном округе остается лишь несколько территорий, которые требуют комплексного благоустройства. Активно эта работа началась в 2009 году и поэтапно продолжается до сих пор. На территории 4-го избирательного округа в этом году устанавливается 10 таких площадок, детских, спортивных и игровых. По 10 адресам. Уже до этого здесь были сделаны асфальтовые дорожные покрытия, тротуары. Организовано все. Сделать тротуар или построить новую детскую площадку – только полдела. Самое главное – поддерживать благоустроенную территорию в порядке. В северной части города этой работой занимается одно из подразделений Люберецкого городского жилищного треста. Работа продолжается совместно с управляющими компаниями, взаимодействует с Советом депутатов. Все это решается, где что лучше установить. Также учитывается мнение жителей. Разумеется, некоторые проблемы благоустройства на севере Люберец еще остаются нерешенными. Однако городские депутаты держат их на особом контроле. Постепенно начатая работа будет завершена. Наталья Григорьева, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В Люберцах сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкое провели акцию госуслуги. На улицах города они рассказывали жителям о портале государственных услуг Российской Федерации, на котором можно заказать бесплатное оформление различных справок и документов. Лишь каждый пятый взрослый житель города Люберцы зарегистрирован на сайте госуслуги.ру. Между тем, об этом важном портале должен знать каждый человек. С таким посылом раз в квартал сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкое выходят в народ. Одной рекламы в интернете и СМИ явно недостаточно. Здравствуйте. Вы не уделите мне минуточку своего внимания для того, чтобы я вам рассказала о сайте госуслуги.ру. Это очень интересный многофункциональный сайт, который предоставляет множественные услуги, в том числе выдача справок об отсутствии судимости. Без этой справки сегодня невозможно обойтись в общественной жизни. Что надо сделать, чтобы ее получить? Можно тратить время в очереди, а можно все оформить дома, сидя за компьютером. Выбор очевиден. Все учреждения, в том числе и коммерческие, просят своих сотрудников предоставить такие справки. Если вы обращаетесь к нам непосредственно в межмуниципальное управление с заявлением о выдаче такой справки, то срок ее исполнения это 30 дней. А если вы оформляете эту справку через портал госуслуги.ру, то срок гораздо сокращается до 7 рабочих дней. Портал госуслуги.ру помогает в получении постоянной или временной регистрации, водительских прав, информации о штрафах и налогах, оформлении документов для открытия бизнеса. А на новой версии портала можно проверить свои пенсионные накопления. Для мобильных устройств разработано удобное приложение. Сегодня я узнала о сайте госуслуги.ру. К сожалению, я там не зарегистрирована, но в скором времени сделаю это. Он предоставляет множество функций и услуг. Например, оплата штрафов, коммунальных услуг, подача заявления на оформление паспорта и многие другие. Сотрудники межмуниципального управления МВД России Люберецкая рассказывают раз в квартал о сайте госуслуги.ру жителям не только Люберец, но и других городских поселений района, а также городов Держинске, Лыткариной и Котельники. Вадим Акентев, Никита Скраган, Люберецкая районная телевидение. В Люберецком дворце культуры прошел концерт воспитанников детской хореографической школы. Мероприятие приурочено к Пушкинскому дню России, который отмечается в стране 6 июня. Вот так восхитительно, блистательно начался концерт воспитанников детской хореографической школы. Вот уже почти 25 лет они радуют нас своим танцевальным искусством, которым посвящают массу времени, в которое вкладывают душу и любовь. Я очень люблю сюда ходить. Я провожу большую часть жизни своей здесь. Я уже здесь занимаюсь 9 лет. Когда мне грустно, я получаю какую-то долю счастья, и вот мне прямо легко становится на душе. Хореографическая школа дает своим ученикам образование по нескольким направлениям. Здесь каждому, а в коллективе обучаются 450 человек, найдется танец по душе. Классический, народно-сценический, историко-бытовой, бальный, джаз-танец, степ. Огромные возможности, чтобы раскрыть свой талант. Хотя, конечно, красиво выступать – это значит много и упорно трудиться. Народные танцы мне нравятся, потому что там нужно отбивать дроби, можно танцевать в таких длинных платьях. Если честно сказать, я занимаюсь уже четвертый год, и это тяжело танцевать. Я, хотя и занимаюсь борьбой, и танцами, так нужно равномерно. А чем тебе нравятся танцы? Ну, тем, что они развивают мышцы, в танцах легко тянуться. Это искусство. Помимо практических дисциплин, ребята изучают и теорию. Историю театра и изобразительного искусства, режиссуру, актерское мастерство. Это помогает юным танцорам уверенно чувствовать себя при поступлении и обучении в творческих вузах. Это большой вспомогательный элемент, это развитие речи замечательное, то есть наши дети на высоте. Вот, кстати, как пример, мы вчера были в музее Чайковского, и экскурсовод просто развел руками, сказал, вы отняли мой хлеб, мне нечего вам больше рассказывать. Великолепная сценография, отточенное мастерство, яркие костюмы, без сомнения, концерт воспитанников детской хореографической школы принес огромное удовольствие зрителям, которые громкими аплодисментами благодарили танцоров за каждый танец. Ольга Щевелева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение. На стадионе «Искра» состоялся спортивный праздник – День массового футбола. В нем приняли участие более ста человек из Люберецкого района. Об этом на еженедельном оперативном совещании рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту Владимир Сурков. Любители футбола демонстрировали высокую технику владения мячом, а также участвовали в различных эстафетах. Кроме того, в рамках празднования Дня защиты детей на стадионе «Звезда» состоялись мини-турниры по футболу. В нем приняли участие более ста юных спортсменов. В рамках первого Солиберецкого района по футболу среди команд «Дюш» состоялись игры среди команд детской юности спортивной школы «Звезда» и команды комплексной детской юности спортивной школы в двух возрастах. Везде с убедительным счетом 7-0 и 5-0 выиграла «Звезда». За звание сильнейших футболистов в День защиты детей поролись и взрослые. 1 июня состоялся матч между командами УВД «Люберецкая», сборными городских поселений Октябрьского, Малаховки и общественной палатой «Люберецкого района». А уже на следующий день на стадионе «Торпеда» состоялась 1-8 финала Кубка России среди команд 3-го дивизиона Московской области. За звание лучшего боролись команды «Сатурн» и «ФК «Люберцы». Игра закончилась с результатом 1-0 в пользу гостей. Луизия Егезарян, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. Генеральный партнер информационного выпуска «Природный курорт Яхонте» – семейный отель в Подмосковье. На этом у меня все. С вами был Вадим Акентев. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова